Исключительно одухотворённый человек. Императрица плохо справляется со своими обязанностями. Плохо. Действия тонких духовных сил и гипноза. За дело берётся профессионал. Да, очень странные дела. Привет, ребята. С вами Аксёнов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Перед началом эпизода маленькое объявление. Я говорил о том, что в первом сезоне моего подкаста будет 12 эпизодов, но дела что-то пошли так хорошо, так что эпизодов будет 14. Последний из них — это ответы на вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы, которые остаются без ответов, может быть, не что-нибудь глобальное на целый выпуск, а просто что-то небольшое, но непонятное, задавайте их в чатике в Телеграме, пишите в комментариях и в личке. Обязательно всё обсудим. А также предпоследний эпизод — это будет сюрприз, это будет беседа со специальным гостем, и мы будем говорить о месте православия в жизни людей того времени. А теперь переходим к выдающемуся гипнотизёру доктору Филиппову. В этом эпизоде мы наконец-то поговорим о духовности. Период Николаевской России — это время, когда мистика, эзотерика, разные духовные практики на взлёте. Причём я говорю не о примитивном спиритизме или столоверчении. В России большой интерес к мистическому христианству. Появляется феномен старчества, так называемый. Его даже вкратце задевает Достоевский при описании Зосимы. Лев Толстой переводит на русский язык Дауда Дзин. Гурджиев путешествует по миру в поисках истины. Блаватская организует теософское общество. Рерих изучает буддизм. В Москву приезжают суфи, а в Санкт-Петербурге врач Бадмаев популяризует тибетскую медицину, лечит высший свет и вместе с Ламой Дорджиевым хлопочет об основании буддистского храма. На Западе Зигмунд Фрейд закладывает основу психоанализа, экспериментирует с гипнозом. Происходит много чего загадочного, интересного и волнующего душу. И в этом эпизоде я вам расскажу историю выдающегося человека, к которому внимательно прислушивался император и его жена. Ну, жена даже больше. До конца жизни и Николай II, и Александр Федоровна хранили его подарки. Они ценили его участие в их жизни. И именно его в личной переписке Николай II и Александр Федоровна начали называть друг с большой буквы. И это не Григорий Распутин. Нашего сегодняшнего героя зовут Филипп Низье. Кто же это такой? Филипп Низье. Низье Антельм Филипп. Родился в 1849 году в деревне во Франции. Воспитывался дядей-мясняком. Помогал ему в работе. Но в раннем детстве Филипп обнаружил у себя необычные способности. К 13 годам понял, что он обладает даром исцеления. И в 1872 году он открывает свой лечебный кабинет в Лионе, где с помощью гипноза и молитвы спасает пациентов с самыми разными заболеваниями. К сожалению, для Низье такая деятельность во Франции требовала наличия медицинского диплома. И Филипп дважды пытается получить медицинское образование оба раза неудачно. Но то ли ему способностей не хватает, то ли и без этого он хорошо лечил людей. И, по крайней мере, практика приносила доход. Так как получается, что это была незаконная деятельность, его несколько раз штрафовали, его даже подвергали суду. Но, тем не менее, слава его растет, расширяется. И он уже известен как выдающийся врачеватель, медиум. Его имя мало-помалу становится известно в Европе и за пределами Европы. Лечил Филипп Низье гипнозом и молитвой, считал себя христианином, католиком. И одним из первых русских, который познакомился с мэтром Филиппом, скорее всего, был генерал-майор и дипломат Муравьев-Амурский. В 1900 году он присутствовал на сеансе Низье в Париже, во время которого тот демонстрировал последние минуты французского короля Людовика XVI. И русский дипломат был так впечатлен увиденным и прочувствованным, что он делится впечатлениями со своей подругой, великой княгиней-милицей. Кто это такая? Княгиня-милица. Раз она великая княгиня, значит, она принадлежит к высшей аристократии России, но имя у неё какое-то нерусское немного. Действительно, это Черногорка, дочь черногорского царя Николы I. У неё есть родная сестра Стана, и они обе вышли замуж за русских великих князей. И вообще-то у княжон при дворе была так себе репутация таких глуповатых взбалмошных особ. Их называли галками, воронами, называли Черногорку номер один и Черногорку номер два. Но, тем не менее, и Стана, и милица были очень близки к внутреннему кругу Николая II и его жены. Это вышло потому, что они в своё время сумели завоевать доверие Александры Фёдоровны. Сама царица не смогла в своё время завоевать симпатию при дворе. К ней относились холодно, она была одинока. А тут две сестры, которые чувствуют к ней участие, в общем, они быстро подружились, нашли путь к сердцу императрицы, и теперь это близкие подруги. Великий князь Александр Михайлович пишет, например, про Черногорок. Суеверные, простодушные, легко возбудимые. Эти две черногорские княжны представляли собой лёгкую добычу для всякого рода заездших авантюристов. В своих разговорах они были совершенно безответственны. Сёстры были увлечены мистицизмом, оккультными науками, неравнодушны к деятельности разных старцев, целителей, мистиков. И, кстати, именно сёстры Черногорки в своё время познакомили позже императорскую семью с Григорием Распутиным. Так вот, возвращаясь назад, когда милиция узнала о Филиппе Низье, она, конечно, очень заинтересовалась и встретилась с ним лично, и, познакомившись, пригласила в Россию. В том же 1900 году Низье приезжает в Россию. У милиции есть сын, Роман. Он в детстве страдает приступами эпилепсии, а Филипп Низье проводит серию сеансов гипнотических и молитвенных. И приступы у Романа почти прекращаются. И таким образом доктор завоевал большое доверие у княжны. И начинает расти его известность в России. Высший свет интересуется мистиком. Для самой милиции и для её мужа, великого князя Петра, Леонский целитель стал не только врачом и приятным собеседником. Милиция воспринимает его как, цитата, «метра жизни», который способен внести её в закрытый для непосвященных заповедный мир. Милиция мечтает о тайных эзотерических практиках и опытах и жаждет увеличивать свой духовный потенциал. И даже у неё кое-что начинает получаться. По крайней мере, так говорит Филипп Низье. Есть одна история. Однажды в Крыму князь Феликс Юсупов, который появлялся в седьмом эпизоде, был участником убийства Григория Распутина. Так вот, Феликс Юсупов рассказывает, что однажды он прогуливался по горной дороге вдоль моря и встретил экипаж, в котором сидит великая княгиня Милиция Николаевна с каким-то господином. Юсупов с Милицией и её супругом Петром Николаевичем был прекрасно знаком. Их имения располагались рядом. Они наносили друг другу визиты, вообще часто виделись. И когда Феликс увидел великую князиню, он отошёл к обочине и сделал поклон. Однако, к удивлению Юсупова, милиция вообще не обратила на неё никакого внимания, проехала мимо, и это как-то выходит за рамки норм этикета. Сильно озадачивает Феликса Юсупова. Через несколько дней он встречает милицию в Ливадии и спрашивает, типа, что это было? А княгиня отвечает, что князь не мог её видеть, так как, цитирую, «Со мной был доктор Филипп, а когда на нём шляпа, он и его спутники невидимы». Ну и Феликс, конечно, очень впечатлился. Надеюсь, вы тоже впечатлились. Как мы помним, черногорские княжны были близки к императрице. Сама императрица вообще-то тоже была не чужда мистицизму и эзотерике, и к тому же у царицы проблемы. А милиция очень хочет ей помочь, как подруга. Тем более, что она теперь знает великого мистика, медиума, гипнотизёра Филиппа Низье. Тут надо немного отвлечься и описать, какие вообще проблемы были у императрицы. Какая главная задача любой императрицы? Это рождение наследника престола, конечно. И двор ожидает этого от императрицы, и это на неё сильно давит. С самого начала вообще приезда императрицы в Россию любое недомогание её расценивалось как, «Вот, она забеременела, сейчас у нас будет наследник». Представьте, да? Может быть, у кого-то есть похожий опыт с родственниками, но тут не только родственники ждут того, что вы забеременеете, родите наконец-то ребёнка, а вообще весь двор и вся страна. Это довольно сильно давит на человека, нервирует, вообще не способствует благоприятной психической атмосфере. Вот, например, 1794 год. Прошло меньше, чем три недели после брака Николая и Александры, а великий князь Константин Константинович пишет, «Молодой императрица опять сделалась дурно в церкви. Если это происходит от причины, желанной всей России, то слава богу». Короче, женщина должна рожать. Ну, Александр Фёдорович, понятное дело, лучшие врачи, лучшие гинекологи. Это профессор Отт, немец, и акушерка Евгения Конрадовна Гюнст. Первые роды императрицы Александра Фёдоровны были тяжёлыми. Младшая сестра царя, великая княгиня Ксения Александровна, писала, что, цитата, «младенца тащили щипцами, и родилась девочка, её назвали Ольга». Удачные роды. Через два года, даже чуть-чуть поменьше, императрица опять рожает. В письме к матери в январе 97-го года Николай II сообщил, «Вчера Алике решительно почувствовало движение, прыжки и толчки». Эта беременность тоже оказалась непростой, и на ранних сроках беременности медики опасались выкидыша, но роды тоже оказались успешными. 29 мая 97-го года родилась ещё одна дочь, которую назвали Татьяна. И в этот день великий князь Константин Константинович пишет в своём дневнике, «Утром Бог дал их величеством дочь». Известие быстро распространилось, и все были разочарованы, так как ждали сына. Не просто надо рожать детей, а рожать детей мужского пола. В ноябре 98-го года выяснилось, что императрица беременна в третий раз. И вообще беременность императрица переносила тяжело, у неё не очень хорошо было здоровьем. Каждый раз, когда она беременела, она садилась в коляску, её перевозили в ней, она не могла ходить из-за боли в ногах. Вот она беременна в третий раз. 14 июня 99-го года, как мы видим, она рожает прямо через два года, как машина. В Петергофе рожается третья дочь Мария, и все разочарованы такой недобросовестностью со стороны императрицы. В 13-м году кадет Обнинский писал, «Свет встречал бедных малюток хохотом. Оба родителя становились суеверны. И когда умер чахоточный Георгий, то есть младший брат Николая II, наследник престола, у нового наследника, то есть у следующего брата Михаила, был отнят традиционный титул «Цесаревич» из суеверной боязни, что этот титул мешает появлению на свет мальчика». Ну, действительно, это серьезный повод. Ксения Александровна, сестра Николая II, в своем дневнике все очередь пишет, «Рождение дочери Ники и Алики – большое счастье, хотя жалко, что не сын». Сестра императрицы Елизавета Федоровна, княгиня Элла, пишет английской королеве Виктории, «Радость огромная, и разочарование, что это девочка, меркнет от сознания, что все хорошо». Короче, вам родили трех дочерей, все не рады, все разочарованы, и считают, что императрица плохо справляется со своими обязанностями, плохо. Ну, цари-царица не отчаиваются, и Александра Федоровна беременеет в четвертый раз. И ожидание сына стало нестерпимым у всех. В июне 1901 года акушерка императрицы Гюнст ошибочно предположила наступление преждевременных родов, и поэтому из своего умения в Курской губернии экстренно вызвали нового врача профессора Павлова, потому что от, очевидно, плохо справляется со своими обязанностями. Ну, то есть рожаются девочки же, не мальчики. И 5 июня 1901 года в Петергофе родилась четвертая дочь царя Анастасия. Тут уже вообще никто не сдерживается. В дневнике Ксении Александровны появляется запись «Алики чувствует себя отлично, но, боже мой, какое разочарование! Четвертая девочка!» Дядя императора Константин Константинович в своем дневнике пишет «Прости, Господи!» Все вместо радости почувствовали разочарование, так ждали наследника, и вот четвертая дочь. Императрица в состоянии близком к истерике. Она разочарована, она невероятно подавлена. Ей кажется, ее никто не любит. Ей правда, можно только посочувствовать. На самом деле вообще непонятно, чего так все сконцентрировались на том, что у Николая Второго обязательно должен быть сын наследних. В конце концов, в законных Романовых мужского пола просто пруд пруди. Начиная просто с младшего брата Николая Второго Михаила. Но царь, это у него был какой-то пунктик, видимо. Он не хочет передавать престол ни брату, ни дядьям, ни племянникам, ни двоюродным братьям. Он начал прорабатывать проект передачи власти своей дочери Ольге Николаевне, и для этого нужно было поменять закон о престолонаследии, и об этом существуют документы. Еще до рождения Анастасии, после рождения третьей дочери, в Министерство Императорского двора начинают поступать письма из различных стран, из Англии, Франции, Бельгии, США, Аргентин и Японии, с предложениями сообщить секрет, который гарантирует рождение наследника, кое-кто готов помогать за деньги, кое-кто бескорыстно. И тут милица решает прийти на помощь своей подруге. В конце концов, она знакома с серьезными силами, и могущественный человек, знаток эзотерики, мистики и тайных сил, может повлиять на рождение наследника. В июле 1901 года милица знакомит Филиппа Низье с императорской четой, и на царя и царицу гость из Леона сразу произвел сильное впечатление. Действительно. Он с некоторой периодичностью беседует с царицей, и царица чувствует, что настроение у нее улучшается, а недуг ее уходит. У царя после разговоров наступает удивительное душевное умиротворение. В августе 1901 года императрица пишет Николаю II, «Как богата стала жизнь с тех пор, как мы его узнали, и, кажется, все легче стало переносить». В дневнике Николая II появляется, например, такая запись. «Мистер Филипп говорил и поучал нас. Что за чудные часы?» Три восклицательных знака. Надо сказать, это вообще не очень характерная запись для дневника Николая II. Обычно он довольно скупой, холодный, неэмоциональный. Тут три восклицательных знака означает, что Николай II был серьезно впечатлен. И в своей переписке царь и царица начинают называть его «нашим дорогим другом» с большой буквы «Д». И вообще следующий, кто удостоился такой чести, был Распутин. Кроме успокоения царицы и приведения ее в хорошее эмоциональное состояние, учитель вмешивается не только в личные дела царя. Например, в 1902 году император отправляется на яхте в Германию для встречи с императором Вильгельмом II, а царица пишет ему «Рядом с тобой будет наш дорогой друг. Он поможет тебе отвечать на вопросы Вильгельма». Более того, Филипп в доме милиции Петра устраивает спиритические сеансы и вызывает дух императора Александра III, отца Николая II. И начали ходить слухи, что при этом сам Николай II присутствовал, и что дух его отца давал ему советы по вопросам внутренней и внешней политики. И вообще родственники царя начали беспокоиться и пытаются разобраться в произошедшем. Что неудивительно тоже, если у нас вдруг есть родственник, который начинает уделять большое внимание какой-нибудь эзотерике, мистике или хочет отправиться в монастырь, все начинают беспокоиться об этом. С ним всё нормально вообще. Так вот, в 1902 году великая княгиня Элла, сестра императрицы, напрямую спрашивают в письме, какие у них отношения с Филиппом, кто он такой, почему встречи с ним окружены завесой тайны. И Александра Фёдоровна отвечает, что это исключительно одухотворённый человек, что встречи с ним тайной не являются, и в их положении невозможно ничего делать тайно, потому что к ним приковано всёобщее внимание. И это уклончивый ответ, который, по сути дела, в общем, как мы видим, ничего не прояснил. Но на самом деле, скорее всего, встречи императора, императрицы с Филиппом Низье не выходили за пределы простых вечерних встреч, духовных бесед, и всякие спиритические сеансы, вызовы духов, и общения с загробным миром, и советы со стороны этого загробного мира через Низье Николая II, скорее всего, были слухами. Они, по крайней мере, никогда не были подтверждены. И для уменьшения количества слухов Филипп и Низье теперь иногда называют доктор Филиппов. Надо заметить, что информация об экстрасенсе поступала во дворец из различных источников. Не только родственники проявляют беспокойство. Например, заведующий парижской и женевской агентурой Рачковский по просьбе дворцового коменданта Гессе собрал на Филиппе Низье досье, где предоставил доказательства того, что Низье на самом деле шарлатан. И Филипп Низье каким-то образом об этом узнал и сделал ответный ход. На одном из сеансов Филипп из Транса произнес «Рачковский, небо определенно требует отставки». В конкуренции небо и департаменту полиции выиграло, конечно, небо, но мы понимаем. Рачковского, руководителя заграничной агентуры департамента полиции с 1882 года, немедленно отстраняют от должности. Филипп Низье, как мы помним, страдал от отсутствия медицинского образования. Черногорские начали пробивать возможность того, чтобы Филиппу разрешили медицинскую практику в России, выдали ему диплом. И, в общем, вопреки всей истории присуждений ученых степеней России, вопреки всем правилам, по которым должны эти степени выдавать, Филиппу Низье выдано звание доктора медицины от Петербургской военно-медицинской академии и чин действительного статского советника. И все это произошло без всякой огласки. Когда доктор Филиппов получил диплом, он захотел подтвердить его на родине. И великий князь Петр Николаевич, муж милиции, когда был в Париже в 1901 году, посетил президента Франции Эмиля Лубе и просил того посодействовать. Филиппу Низье в получении французского медицинского диплома. И французский президент, надо сказать, очень удивился, назвал просьбу экстравагантной и объяснил князю, что у нас тут, типа, правовое государство, получение такого документа регулируется законом, а по закону нужно сдать, по крайней мере, три экзамена. И это правило касается всех, в том числе тех, кто имеет иностранный диплом, достойный уважения. Ну, так что тут доктору Филиппову не повезло. И тут мы подходим к самому апогею отношений доктора Филиппова и императрицы. Как мы помним, самая большая проблема у императрицы, то, что она не может родить сына. Александра Федоровна мечтает забеременеть и дать наследника. Ситуация при дворе у нее просто плачевная, репутация страдает. И никто не любит женщину, которая не может выполнить свою прямую обязанность. Простое дело, роди нам сына. И к чести Николая II, кстати, нужно сказать, что он свою жену ценил, любил, был ей предан до конца жизни, был нежно привязан к ней, никогда не предавал ни словом, ни делом. Их переписка изобилует нежностями и уважительным, очень тонким отношением друг к другу. Ну, в общем, за дело берется профессионал. Филипп Низье, гипнотизер, экстрасенс, святой человек. К тому же он теперь еще дипломированный медик. Он утверждает, что обладает силой внушения, которая может оказывать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Он не прописывает никаких лекарств. Соответственно, это лечение не может быть проверено придворными медиками. Секретовое искусство заключается в серии гипнотических сеансов и в молитве. И после двух месяцев сеансов он объявляет, что императрица находится в ожидании ребенка. Ура! По рекомендации доктора Филиппова, императрица не допускает к себе медиков вплоть до августа 1902 года, потому что это может нарушить все действия тонких духовных сил и гипноза. К весне все заметили, что императрица, как бы у нее потолстела фигура, она перестала носить корсет и о ее беременности объявляют официально. Императрица опять перестает ходить, она лежит или ездит на коляске. И Лейбакушер Отт со своими ассистентами переселился в Петергоф, ожидая с часу на час рождения ребенка. Срок подходит, а родов все нет. Прошел месяц после срока, а родов нет. Начал уже второй месяц после сроков подходить к концу. Тут профессор Отт начал уговаривать императрицу и государю, чтобы ему позволили исследовать Александру Федоровну. И царица не давала себя исследовать до родов и отказывалась до последнего, но тут она согласилась. И Отт исследует ее и объявляет, что императрица не беременна и никогда не была беременна. И это, конечно, страшный удар по психике Александры Федоровны. Ребенка, которого она вынашивала с ноября 1901 года, просто не было. Это было потрясение для всех. Новость моментально стала известна среди высшего света. Ксения Александровна, сестра царя, пишет в письме. Мы все ходим, как в воду опущены со вчерашнего дня. Бедная А.Ф. оказалась вовсе не беременна. Девять месяцев у нее ничего не было и вдруг прошло совершенно нормально, без болей. Третьего дня Отт ее видел в первый раз и констатировал, что беременности никакой нет. Но, к счастью, внутри все хорошо. Он говорит, что такие случаи бывают и что это происходит вследствие малокровия. Великий князь Константин Константинович в своем дневнике пишет, с 8 августа ежедневно ждали разрешения от бремени императрицы. Алике очень плакала, когда, наконец, допущенные к ней доктор Отт и Гюнст определили, что беременности нет и не существовало. Да, очень странные дела. Кроме самого шока для императрицы, нужно вообще внятно объяснить всей стране, где наследник, потому что о беременности объявили-то официально. Нельзя просто выйти и сказать, мы типа ошиблись, сорян, беременности не было, просто императрица немножко потолстела, врачи не допускались к ней, ничего не исследовали. Короче, в официальном правительственном вестнике 21 августа 1902 года было опубликовано сообщение. Несколько месяцев назад в состоянии здоровья Ее Величества государной императрицы Александры Федоровны произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время, «Благодаря отклонению от нормального течения прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений при нормальной температуре и пульсе». Лейб Акушер от Лейб Хирург Гирш. Петергоф, 20 августа 1902 года. Это событие, конечно, породило в народе множество слухов и разных историй о произошедшем. Например, говорили о том, что царица родила «Неведомую зверушку». Государственный секретарь Половцев пишет, например, «Во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как, например, что императрица родила урода с рогами». И он называл произошедшее постыдным приключением императрицыных лжеродов. В аристократической среде эта информация также вызывала самые различные слухи. И, надо сказать, власть вела себя в этой ситуации довольно глупо. Ну, например, полиция приказала исключить из оперы «Царь-Салтан» слова «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не собаку, не лягушку, а неведомую зверушку». И это, конечно, вообще не убавило слухов, а только добавило. И в результате этой, в общем-то, трагической для царской семьи истории за императрицей окончательно закрепляется диагноз истерички и глупой женщины. Великий князь Александр Михайлович пишет об остром нервном расстройстве, а Витта называет ее ненормальной, истеричной особой. Но что же произошло на самом деле? Что это было? На самом деле есть свидетельство того, что это была не ложная беременность, не истерическая беременность и не выкидыш. И есть объективная медицинская информация. Она содержится в архивном деле кабинета его императорского величества Николая II. Называется документ объяснение лейб-медика Акушера Гирша о причинах ложной беременности Александры Федоровны. И на конверте стоял граф совершенно секретно. Там довольно подробно все описано, что было, но вместо того, чтобы читать этот документ, я прочитаю просто воспоминания, которые он говорил позже, уже в 20-е годы. В своих воспоминаниях он говорит, что это была пятая беременность императрицы, императрица переходила на два месяца, тот срок, в который она по ее расчетам должна была родить, чувствовала на себя хорошо, я ее не осматривал. Увидел ее беременной впервые на седьмом месяце. Роды приближались, меня пригласили жить в Петергоф. Поражал вид императрицы. Фигура ничуть не изменилась, живот отсутствовал. Я ей указал на это и просил разрешения ее осмотреть. Она мне ответила, будьте спокойны, ребенок там. И образ жизни она вела мало подходящий. Почти ежедневно, часов в 11, она уезжала в знаменку к великому князю Николаю Николаевичу и возвращалась в три часа ночи. Но я не вмешивался. В один прекрасный день меня спешно зовут к императрице, она сидит взволнованная, на рубашке капли крови, государь ходит по комнате, очень волнуется, просит ее осмотреть. Я ее осматриваю, осмотр показал, что беременность была, но яйцо не развелось. Это то, что называется мясистый или кровавый закос. Он, благодаря кривотечению, вышел. Я объяснил, в чем дело? Как мы видим, вся беременность императрицы контролировалась святым Филиппом, который в то время жил в имении великого князя Николая Николаевича на знаменке. И Александра Федоровна ежедневно его в то время посещала. Парадоксально, но после этой беременности императрица не утратила веры в доктора Филиппова. После всех описываемых событий в конце 1902 года Филипп объявляет ей, что она родит сына, если обратиться к покровительству Серафима Саровского. И после этого Филипп уезжает во Францию весьма своевременно, надо заметить, где он вскоре умирает. Николай II после этого начал настаивать о том, что Саровского надо причислить к лику святых. И оберпрокурор Синода Победоносцев возражает, что нет для этого оснований, но Серафима Саровского все равно довольно быстро канонизирует. Да, по крайней мере одна из причин того, что Серафим Саровский стал официальным святым происходит из-за этих событий. И в 1903 году царская семья, следуя совету Филиппа, посещает Саровскую пустынь. И после посещения села Дивеева императрица беременеет в шестой раз. Эта беременность заканчивается благополучно. Родился цесаревич Алексей. Ура! Все счастливы? Закончим эту историю тем, какое впечатление оставили царь и царица себе о Филиппе Низье. В переписке между царем и царицей в 1914-1916 году имя Филиппа неоднократно упоминается и всегда с благоговением и уважением. До конца жизни в царской семье бережно хранились подарки французского медиума. И подруга царицы Вырубова упоминала, у их величеств в спальне всегда стояла картонная рамка с засушенными цветами, данная им мастером Филиппом, которые, по его словам, были тронуты рукой самого спасителя. Николай II и Александр Федоровны были действительно абсолютно убеждены в том, что рождение цесаревича Алексея это результат чудесного влияния экстрасенса. И об этом свидетельствует, например, царь к Мелиссе, собственно говоря, в день рождения долгожданного наследника. Дорогая Мелица, не хватает слов, чтобы достаточно благодарить Господа за его великую милость. Пожалуйста, передай каким-нибудь образом нашу благодарность и радость ему. Все случилось так скоро, что я до сих пор не понимаю, что произошло. Ребенок огромный, с черными волосами и голубыми глазами. Он наречен Алексеем. Господь со всеми вами. Ники. Это был подкаст Закат Империи и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова